Самое главное, что вам необходимо запомнить, это то, что никаких эктоморфов не существует. Точно так же, как не существует 100-летних вампиров, которые продолжают учиться в школе в Фениксе и влюбляются в ученицу выпускного класса. И если вампиров придумала писательница Стефани Майер, то эктоморфов придумал психолог Уильям Шелдон. Да, не биолог, не физиолог, а психолог. И сделала на это в рамках своей работы по соматотипам. Соматотипы — это теория, которую придумал Шелдон, и которая должна была связывать поведенческие паттерны человека с его внешним видом. Грубо говоря, взглянув на человека атлетического вида, Шелдон определял, что он ведет активный образ жизни, он экстраверт, и приписывал еще ему ряд характеристик. И аналогично он делал с человеком худощавого телосложения и толстоватого телосложения. И при этом приписываемые характеристики зачастую носили распространенный стереотипный характер. Точно так же, как, ну, если он худой, значит, он предпочитает интеллектуальную работу, он, скорее всего, интроверт, он много читает книжек и прочее, и прочее. Отдельно стоит отметить методологию работы Шелдона. Дело в том, что в процессе определения самототипов он использовал несколько тысяч фотографий голых молодых студентов, преимущественно мужского пола, из американских колледжей и университетов. И впоследствии это, конечно, стало поводом для огромного скандала, потому что фотографии использовались без ведома тех, кто на них изображен. Но это мы сейчас оставим в стороне. Гораздо интереснее то, что вся работа Шелдона заключалась в том, что он просто перебирал фотографии и разделял их на несколько категорий. То есть фактически, эктоморф, мезоморф и эндоморф — это выдуманные категории, которые создал сам Шелдон для того, чтобы разделить все фотографии на три группы. С тем же успехом он мог создать не три, а пять групп, или не объединять их по принципу внешнего вида, или еще каким-либо образом. Но никакого отношения к тому, как реально себя будет вести человек в жизни, это, как вы понимаете, не имеет. Именно поэтому уже в 50-х годах началось активное разоблачение этой псевдонаучной концепции, и Шелдон был подвергнут забвению. К сожалению, как это часто бывает, устаревшие и отвергнутые концепции были вытащены наружу горе-маркетологами, которые использовали их в своих целях, например, для стимулирования продажи спортивного питания. Ведь гораздо проще продать человеку ненужный ему протеиновый батончик, если убедить его в том, что он так называемый «эктоморф». С тем же успехом Шелдон мог называть свои типы не «эктоморф», «мезоморф» и «эндоморф», а просто «худой», «мускулистый» и «толстый». Но поскольку это уже было общепринятым разделением, он решил выпендриться, как и большинство психологов, и придумать что-то свое. Более того, еще один интересный момент, что в ходе подготовки и работы над своим главным трудом, главная помощница Шелдона обвинила его в фальсификации данных и отказалась продолжать с ним работать. Потому что все те фотографии, которые не подходили к его типологии по какой-то причине, он просто отбраковывал и не говорил вообще об их существовании. И здесь еще надо отметить, что ничего, кроме визуального осмотра фотографий, он не производил. То есть, фактически, он приписывал людям наличие каких-либо поведенческих характеристик, но никоим образом не проверял их само существование. Он не проводил никаких интервью, не беседовал, не смотрел оценки этих людей или не опрашивал тех, кто с ними знаком. Он просто разделял людей по фотографиям на три группы и все. Все. Это и есть ваше условное разделение на эктоморфов, эндоморфов и мезоморфов. Я считаю необходимым объяснить вам всю подноготную всей этой теории, потому что она до сих пор продолжает подоражить умы новичков, продолжает служить темой для создания отвратительного качества. Я даже это не могу назвать материалом просто контента на YouTube, который смотрит десятки тысяч людей, верят накаченным блогерам и продолжают страдать ерундой. И сегодня у нас на очереди разбор ролика под названием «35 советов, как набрать массу худому эктоморфу». Худому эктоморфу, ребята. А бывают ли какие-нибудь другие эктоморфы? Не бывают, потому что по определению эктоморф и есть худощавый человек, человек худощавого телосложения. Я не берусь пока говорить про качество самих советов, это мы с вами вместе сейчас посмотрим, но заголовок кликбейтный и рассчитан на тех, кто вместо того, чтобы нормально тренироваться и питаться, пытается найти причины в своей генетике. Майк Борейко, смотрим. Здарова. Раз уж ты зашел на это видео, то подозреваю, что ты, скорее всего, худой эктоморф, который хочет набрать мощную массу. В этом видео я тебе помогу, потому что я дам тебе целых 35 советов, которые помогут тебе набрать мощную массу. Если что, я все на листочке записал, чтобы абсолютно ничего не забыть. Но у тебя справедливо может возникнуть вопрос, почему ты должен мне доверять? Во-первых, потому что я и сам эктоморф. Давайте посмотрим на превьюшку Майка Борейки с этого видео, и мы видим невероятно накачанного молодого человека, который по определению, даже если бы сам Шелдон увидел эти фотографии, он бы никогда в жизни не назвал этого человека эктоморфом, потому что у него очень ярко выраженная, ярко развитая мускулатура. У эктоморфов такого не бывает в принципе. Никогда не может быть человек эктоморфом и накачанным. Это невозможно по определению. Многие почему-то, глядя мои видео, в это не верят. Давайте же проверим, действительно ли я эктоморф. Если посмотреть в поисковике, какой объем запястья должен быть у эктоморфа, то там написано, что не более 17 сантиметров. То есть 17 сантиметров это еще эктоморф. Но у меня запястье даже не 17 сантиметров, а 16 с половиной. Поэтому меня смело можно записывать в ряды эктоморфов. Нет, потому что ни в одной работе из классических работ Шелдона ничего не сказано про размеры запястья и их связь с эктоморфами. Сам он, когда определял, человек является эктоморфом или нет, судил исключительно по общему внешнему виду человека и не измерял, опять же, никаких отдельных частей тела. Если кто-то где-то в интернете что-то присочинил, а различные фитнес-гур, блогеры, а в прошлом глянцевые журналы страдали этим очень сильно, это вовсе не значит, что ты теперь стал эктоморф. С тем же успехом я могу в этом видео заявить, что эктоморф это тот, у кого запястье тоньше 10 сантиметров, я не знаю, или 12 сантиметров. Поэтому то, что у него запястье 16 с половиной, и он очень накачанный, должно наоборот служить для вас подтверждением того, что какая-то есть проблема со всеми этими эктоморфами, раз ребята очень нехило раскачиваются. Если запястье должен быть у эктоморфа, то там написано, что не более 17 сантиметров. То есть 17 сантиметров это еще эктоморф. Но у меня запястье даже не 17 сантиметров, а 16 с половиной. Поэтому меня смело можно записывать в ряды эктоморфов. Но как же так получилось, что я не выгляжу как эктоморф? Потому что ты не эктоморф. Эктоморф не может, в принципе, набрать мышечную массу. В той же самой главной работе Шелдона, которая называется The Atlas of Man, он говорит о том, что сформировавшись, единожды соматотип не меняется в течение жизни. То есть, если человек в 18 лет эктоморф, то он и дальше будет, и через 10, и через 20 лет, он всегда будет эктоморфом. Он не может неожиданно набрать мышечную массу и стать мезоморфом. Нет. Это то, что говорит непосредственно Шелдон, человек, который придумал всех этих эктоморфов. Поэтому, парень, либо ты не эктоморф, либо, что на самом деле, правда, никаких эктоморфов не существует. Существует только ребята, которые недостаточно тренируются, недостаточно следят за своим питанием, недостаточно разбираются в том, что они вообще делают, и получают соответствующие результаты. Потому что мне удалось набрать мышечную массу. Конечно же, заняло это у меня целых 9 лет упорных тренировок в натураху. Но, тем не менее, все эти 9 лет я делал ошибки, постоянно учился чему-то новому. И в этом видео готов поделиться с вами всем тем опытом, который я собрал за 9 лет, для того, чтобы у вас это все заняло меньше времени. Для того, чтобы вы не допускали ошибок, которые допускал я, и смогли эффективно набирать мышечную массу. И прежде чем начать это видео, хочется сделать ремарку. Несмотря на то, что видео называется «Как набрать массу худому эктоморфу», тем не менее, все эти советы подойдут не только эктоморфам, но и эндоморфам, и мезоморфам. Потому что никаких морфов не существует. Именно по этой причине все работающие советы по увеличению мышечной массы, по похудению, они работают для человека любого телосложения. Фундаментальные законы физики, которые лежат в их основе, работают для всех людей в этой вселенной. Ну и не только, кстати, для людей. Он сам это подтверждает, но при этом не видит противоречий в своем утверждении. Что очень забавно. Потому что у человека, независимо от его телосложения, мышцы растут одинаково. Просто у эктоморфов быстрее обмен веществ, у них тоньше кости, им сложнее повышать силовые и так далее. Именно поэтому им сложнее набирать мышечную массу. Но тем не менее, эти советы помогут для всех. Майк Борейко, к тебе точно такой же вопрос, как и к лосю, как и к биомашине. Вот так выглядит метаболизм человека. Расскажи, пожалуйста, пожалуйста, вот прям ткни нас лицом. Где в этом месте то, что у эктоморфов быстрее, чем у других людей? Нам очень интересно узнать, потому что современная наука ответа на этот вопрос не знает. А ты этим знанием обладаешь, поэтому поделись с нами. Что касается тонкой кости, то я уже выкладывал, выкладывал эту фотографию в ролике про Шредера. Рекомендую, кстати, посмотреть этот ролик про Шредера. Вот так выглядит немецкий чемпион по армрестлингу, у которого на самом деле кости одной руки на 30%, всего на 30%, толще костей другой руки. И вы видите, какая разница. Ни у одного вашего эктоморфа или эктоморфа даже близко нет подобной ситуации. Поэтому давайте говорить честно. У эктоморфов, эктоморфов, точно такие же кости, как и у всех остальных. В пределах статистической погрешности. В общем, теперь можем начинать. И первый совет, он самый главный, можно сказать, фундаментальный в тренировочном процессе. Это то, что в тренировках обязательно должен присутствовать фактор прогрессии нагрузок. То есть повышение силовых. Если ты тренируешься в натурах и хочешь эффективно набирать мощную массу, тебе обязательно, постоянно, нужно стараться повышать свои силовые. У многих бывает такая ошибка, что они застревают на каком-то весе. Причем застревают психологически, не физически. То есть, к примеру, человек долго шел там к жиму на грудь 100 кг на 8 повторений. Он наконец-то с трудом дошел до этого веса. Сейчас выполняет эти самые 100 кг на 8 повторений, и все, и дальше не движется. Потому что психологически ему кажется, что это ни хрена себе какой вес. Ему сложно сжать эти самые 100 кг. Поэтому он забивает на то, чтобы повышать свои веса. У меня у самого такое не раз было. В таких случаях нужно просто-напросто вспоминать, что блин, если я хочу дальше прогрессировать и набирать мощную массу, нужно повышать веса. И психологически подготавливаться к тому, чтобы начинать тренироваться с большими весами. Зачастую ты сам можешь от себя не ожидать, что у тебя действительно еще есть силы на то, чтобы повысить вес, пусть даже на какие-то 5 кг. Но тем не менее, ты уже будешь жать не 100 кг на 8 повторений, а 105 кг на 8 повторений. И вот такими маленькими шажками там по те же 2,5 кг ты оглянешься назад и удивишься, что там спустя полгода или год ты жмешь на 8 повторений уже не 100 кг, а 110 кг или все 120 кг. Что касается непосредственно совета про прогрессивно нагрузки. Да, фундаментально. Что такое мышечный рост? Мышечный рост это ответ организма на стрессовую ситуацию. Если он сталкивается с нагрузкой, которая превышает его текущий уровень подготовки, он начинает себя перестраивать. При этом, если у него есть достаточное количество строительного материала, сейчас вот на очень простом уровне объясняю, будет, естественно, стимулироваться рост мышц для того, чтобы в следующий раз у организма хватило мышц для того, чтобы справиться с нагрузкой. Поэтому, если вы застреваете на каком-то уровне нагрузки, будь то количество повторений или используемый вес, или сложность упражнения, то дальше организму нет смысла строить новые мышцы, потому что просто он и так со всем справляется. Поэтому обязательно нужно увеличивать объем, увеличивать обязательно интенсивность тренировок, поднимать веса. Можно менять тренировочные схемы. Если вы жали на 8 повторений, вы можете жать на 10 повторений или на 15, или лесенка, или еще как. Схем способов огромное множество. У меня есть отдельное видео на канале по тренировочным принципам и тренировочным методам, которые позволят вам преодолеть плату, поэтому не будем сейчас останавливаться на этом правиле, на этом моменте. Совет рабочий, совет рабочий абсолютно для всех. Второй совет, который является продолжением первого, бывают такие случаи, что ты все-таки не можешь психологически повысить свои рабочие веса. То есть, ты там жмешь сотку на 8, стоит тебе накинуть 105, и ты уже там жмешь эти 105 килограмм всего лишь на 4 или на 5 повторений. В таком случае, просто-напросто увеличивай количество повторений. То есть, пытайся жать 100 килограмм не на 8 повторений, а на 9 или на 10. Или же, если ты в трех подходах жал 100 килограмм на 8, потом на 7, потом на 6, старайся хотя бы во всех трех подходах выйти на 8 стабильное повторение. И когда ты начнешь жать уже сотку на 10 повторений, то в таком случае уже можешь повышать вес на штанге, и у тебя произойдет та самая прогрессия веса. Я не знаю, зачем он выделил это в отдельный совет, потому что это ровно то же самое, что и в первом совете, просто сказано немножко другими словами, и просто приведен один, единственный пример, как это можно организовать, как можно организовать прогресс нагрузки. А еще можно записать совет номер 3 и сказать, что можно использовать резину, потому что у них другая кривая сила в упражнении, или, например, использовать цепи, или, например, использовать дропсеты. и можно так вот советов 50 придумывать в этом нет смысла отдельно выделять совет заключается главное нужен прогресс нагрузок для того чтобы расти он сказал что расти в натурах у но даже если не в натурах вам все равно нужен прогресс нагрузок это фундаментальная причина для роста мышц третий совет не забывай менять программы тренировок я советую менять программы тренировок примерно каждые три-четыре месяца поэтому если ты уже давным-давно занимаешься по стандартному брос плиту то есть спина бицепс грудь трицепс ноги плечи я советую тебе срочно поменять свою программу тренировок во-первых потому что тело для того чтобы она развивалась для того чтобы мышцы росли нам нужно давать какой-то стресс для этих самых мышц а делать это нужно потому что наши мышцы постоянно адаптируются к нагрузке кстати за счет чего они растут если ты уже давно занимаешься по одному и тому же сплиту то твое тело к этому привыкает и начинает меньше отзываться на тренировки поэтому если ты меняешь тренировки каждые 3-4 месяца то в таком случае твоему телу приходится эффективнее постоянно адаптироваться под разные нагрузки соответственно мощная масса будет быстрее набираться и в конце концов так намного интереснее тренироваться вот в конце концов он назвал правдивую причину настоящую причину почему люди меняют время от времени свои программы тренировок именно потому что так становится интереснее тренироваться далеко не все готовы тренироваться месяцами годами по одной и той же схеме, даже если она приносит результаты, просто потому, что они от нее эмоционально устают. Менять программу, которая работает и приносит результаты, по которой ты увеличиваешь свои веса и прогрессируешь спустя три месяца только потому, что об этом говорит какой-то блогер из интернета, нет никакой необходимости. Единственная причина, по которой тебе нужно менять программу, если ты не получаешь результаты или если ты травмируешься. У меня есть отдельный ролик на канале про матрицу Кучумова, да, моя именная матрица, с помощью которой ты можешь оценить свою текущую программу тренировок и понять, нужно тебе ее менять или нет. Есть очень простые критерии и срок в 3-4 месяца к ним не относятся. Это просто условная цифра из интернета, которая примерно соответствует тому, в какой срок люди устают от своей обычной программы и хотят чего-то новенького. Для того, чтобы сохранить интерес к тренировкам, они вносят какие-то изменения. Но, как я уже сказал, это в большей степени эмоциональная окраска, это носит эмоциональную причину, лежит в основе этого, а не физиологическая. И с точки зрения набора массы, да, твоим мышцам нужен стресс, но от того, что ты меняешь программу и, допустим, при этом тебе придется понижать веса используемые, потому что нужно будет адаптироваться к новым упражнениям, нарабатывать нейромышечную связь, наоборот, вначале у тебя может быть проседание. Поэтому смотреть нужно не на время, сколько ты тренируешься по этой программе, а на результаты, которые ты по ней получаешь. Четвертый совет, который, кстати, тоже касается повышения силовых и прогрессии нагрузки, это то, что обязательно, наконец-то, если ты этого еще не сделал, заведи гребаный дневник тренировок. Я очень часто говорю об этом в видео, но очень редко вижу в залах, чтобы кто-то записывал свои показатели на тренировке. Я и сам раньше таким был, тоже думал, зачем это нужно делать? Это какие-то уже задроты, зальная записывает все свои подходы в дневник тренировок. Зачем мне это нужно? Но когда я все-таки завел дневник тренировок, мой прогресс пошел. Потому что я беру телефон, вижу, с каким весом, сколько подходов, с каким количеством повторений. В каждом подходе я работал на прошлой тренировке и, соответственно, пытаюсь хотя бы в каком-то из подходов, хотя бы в каком-то из упражнений повысить свои силовые или же повысить количество повторений. С того момента, как я начал вести дневник тренировок и понял, насколько это ценный совет и насколько он на самом деле помогает прогрессировать в зале и набирать мышечную массу, с тех пор абсолютно на каждой тренировке я записываю каждое упражнение, каждый подход и свои силовые. И делаю я так уже на протяжении, наверное, где-то 5 лет. Я не понимаю, зачем выделять это в отдельный совет, потому что он относится точно так же к первому совету. Тебе нужно увеличивать нагрузки, иметь прогресс в нагрузках для того, чтобы мышцы имели стимул к росту. Ведение дневника тренировок просто-напросто позволяет тебе следить за тем, чтобы у тебя этот прогресс был. Потому что если ты не считаешь, сколько делаешь, чего ты делаешь, сколько ты отдыхаешь, то на следующей тренировке очень велик риск повторить все то же самое, что ты и делал, плюс-минус, а, соответственно, ты не дашь стресса своему организму и не дашь ему возможность для роста. Дневник тренировок, который не ведет практически никто, а уж тем более никто из тех, кто называет себя эктоморфами, его не ведет, он как раз и позволяет тебе в точности смотреть, что было сделано и ставить себе цель на следующую тренировку и смотреть, что ты действительно делаешь. Соответственно, добавлять веса или уменьшать отдых, или добавлять дополнительный подход, или добавлять еще упражнения. Дневник тренировок позволяет тебе видеть картину в целом, а не фокусироваться на отдельном упражнении, на каждом подходе, на каждом повторении. Это очень важный момент. Любой, кто занимался управлением чем-либо, знает негласное правило. Управлять можешь только тем, что ты можешь измерить. И вот дневник тренировок — это просто количественное измерение того, что вы делаете на тренировке. Отдельный совет — это нет, но он действительно работает. Он работает в том плане, что вы действительно начнете нормально тренироваться после этого, а не просто заходить на площадку и что-то делать. И да, этот совет подходит абсолютно всем, вне зависимости от типа телосложения. Будь ваша цель набрать массу, или похудеть, или пробежать марафон, измерение того, что вы делаете на тренировке, контроль за тем всем, что вы делаете, позволит нам гораздо быстрее прийти к успеху. Это можно сравнить с приготовлением еды. Опытные шеф-повара действительно могут на глазах накидать разных ингредиентов и получить очень вкусное блюдо. Но если вы только начинаете готовить, то вы всегда будете сверяться с рецептом. И почему вы это делаете во время готовки, но никогда этого не делаете на тренировке, для меня остается очень большим вопросом. Следующий совет, который уже больше относится к питанию, это то, что ты должен считать не калории, как это очень популярно в интернете, а белки, жиры, углеводы, то есть БЖУ. К примеру, мы можем взять двух человек. Один считает только калории, другой считает БЖУ. Первый человек съедает тысячу калорий, но они у него состоят в основном из жиров. Второй человек тоже съедает тысячу калорий, но они у него правильно поделены на белки, жиры, углеводы. По итогу, первый человек, который съел тысячу калорий, вряд ли наберет мышечную массу. Скорее всего, он может жир набрать. Второй человек, хотя он съел ту же тысячу калорий, тем не менее, он считал именно БЖУ. У него достаточно белков для того, чтобы строить мышцы. У него достаточно углеводов для того, чтобы была энергия. И он наберет в итоге мышечную массу. оба съели тысячу калорий но первый не наберет мышечную массу а второй наберет поэтому важно считать именно белки жиры углеводы честно говоря сложно представить что вообще кто-то может набрать на тысячи калорий потому что это что-то очень очень маленькая вот но совет в целом правильный то есть подсчет калорий он получил распространение среди тех кто хочет похудеть а когда ты худеешь ты не особо запариваешься худеешь ты за счет жира или за счет мышечной массы поэтому прочитая калорий уменьшаешь свой общий калораж ты действительно будешь худеть с точки зрения людей которые хотят набрать вес и хотят набрать не просто вес а именно мышечную массу то действительно важно важно распределять свой рацион нужным образом по белкам жирам углеводам и минералам это абсолютно для всех важно но с точки зрения кто хочет набрать мышечную массу действительно большую роль играет внимание к этому моменту для того чтобы организм был действительно обеспечен достаточным количеством углеводов достаточным количеством белков для строительства мышечной массы новой и для обеспечения достаточной энергии на тренировках совет опять же носит очень общий характер и подходит абсолютно все шестой совет когда ты смотришь всякие видосы на ютубе где качки съедают по 6 по 7 по 10 тысяч калорий ни в коем случае не повторяй за ними и не переедай если ты тренируешься в натураху то тебе углеводов хватит примерно три с половиной грамма на килограмм веса тела если ты будешь слишком много кушать то это будет грузить твой желудочно-кишечный тракт организм будет тратить очень много энергии для того чтобы переваривать эту еду несмотря то что он будет тратить эту энергию большинство еды он будет просто-напросто сливать в унитаз потому что если ты тренируешься в натурах у организм просто-напросто физически не может переводить эту всю еду которую ты пытаешься в себя запихнуть соответственно когда ты слишком много пихаешь себя еду у тебя пропадет аппетит у тебя будет постоянно усталость тяжесть в желудке и по итогу ты просто напросто как бы это парадоксально не звучало не будешь набирать мощную массу из-за того что ты ешь слишком много совет в целом правильный потому что переедание это не очень хорошая практика она и оставляет неприятные ощущения после еды и в целом с точки зрения набора мышечной массы не ускорит сам процесс если сейчас вы весите 60 килограмм а ваша цель допустим 100 килограмм то не нужно сразу есть такой объем пищи который у вас будет на 100 килограмм вам нужно сначала поднять свой рацион до цели допустим 63 или 66 килограмм то есть совсем немного увеличен помимо того что это намного проще сделать потому что он будет не сильно отличаться по объему от вашего текущего рациона такой плавный набор массы также будет гарантировать что вы действительно сможете достичь желаемого результата а вас не выкинет обратно вы не сорветесь или не произойдет чего неприятно с вашим желудочно-кишечным трактом связано с тем что вы пытаетесь его перегрузить и впихнуть невпихуемо да то есть запихнуть свое новое желаемое тело в свой текущий образ жизни седьмой совет есть нужно даже тогда когда ты не хочешь есть казалось бы что этот совет идет с разрезом с предыдущими словами что я сказал но тем не менее просто бывает разные ситуации бывают люди слишком переедают и это не дает им набрать мощную массу а бывают люди наоборот которые слишком мало едят но там им не хочется кушать и не будут кушать и соответственно они также не набирают мощную массу поэтому обязательно посчитать сколько тебе белков жиров и углеводов нужно съедать для того что набирать эту самую массу и ешь даже если тебе не хочется потому что раз уж ты поставил для себя цель набрать мощную массу выглядеть круто нужно к ней идти вот во второй части совета он действительно сказал смысл не только и не столько в том чтобы есть даже когда тебе не хочется а смысл в том что ты определил необходимое количество калорий которые ты должен каждый день получать ты разделил их по белкам жирам углеводам ты разделил их по приемам пищи и теперь ты должен следовать этому плану потому что если ты не будешь ему следовать ты просто не сможешь набрать необходимый вес это простой закон сохранения энергии которая работает в нашей вселенной поэтому совет правильный совет рабочий совет работы для всех это физика восьмой совет не стесняйся соблюдать режим питания часто я почему-то встречаю людей которые по неизвестным мне причинам стесняются брать судочки с едой там к примеру на работу или же если они идут куда-то гулять у них нет денег на то чтобы заходить в кафе или в какие-то рестораны чтобы покушать они также не берут собой с точки раньше когда у меня абсолютно не было денег я к примеру знал что я буду где-то долго гулять у меня не будет возможности поесть я брал с собой судочки с гречкой с курицей с овощами и ел когда мне нужно на работу я всегда набирал 3-4 судочка с едой того чтобы соблюдать режим питания многим почему-то это кажется зазорно или же как-то стыдно я лично не понимаю что стыдно в том что человек пытается питаться правильно употреблять здоровую еду а не перекусывать там какими-то сникерсами и так далее это что человек идет к своей цели он хочет получить классное красивое тело атлетическое соответственно он просто правильно ест кушают все почему стоять на улице и бухать как быдло это не стыдно почему подходить к другим людям и просить сигарету это тоже вполне себе нормально а вот покушать гречку с курицей судочка это уже стыдно в общем боритесь со своими комплексами и обязательно соблюдайте режим питания в том что вы идете к своей цели стыдного нету абсолютно ничего с очень большой натяжкой назвал это соблюдением режима питания по потому что по большому счету все сводится к предыдущему совету что у вас есть определенный объем калорий которые вы должны съесть в течение дня и вы должны его съесть при этом например если вы пропустите какой-то прием пищи было что вас не будет собой судочка и в этом плане не ну ничего страшного не произойдет из его пропусти но потом доедите но если вы пропусти не доедите вы не до получите необходимое количество калорий и вы не сможете обеспечить свой организм достаточным строительным материалом для роста именно по этой причине до контейнеры с едой они как это не мотивирует они дисциплинируют дисциплина это ваше все в деле набора массы на что действительно придется есть придется есть регулярно для того чтобы не приходилось есть огромные порции и поэтому носить контейнер с собой действительно очень удобно при этом что касается примеров с алкоголем и сигаретами то добро пожаловать в наш дебильный мир где государство активно продвигает различные вредные привычки в том числе табака курение потребление алкоголя потому что для них это акцизы для них это налоги для них это халявные деньги и поэтому это все до сих пор не запрещено несмотря на то что научно уже доказано перед оказано что подобные вещи несут огромный вред для организма и даже для социума в целом но как говорят некоторые деньги не пахнут и поэтому вместо того чтобы продвигать здоровые привычки иметь на выходе здоровых людей здоровых граждан активных стремящихся к чему-то в жизнь а я кажется понял но двигаемся дальше и раз уж я косвенно заговорил о бухле 9 совет это то что не выпивай алкоголь если ты тренируешься в тренажерном зале и пытаешься набрать мощную массу и вместе с этим там каждые выходные или не дай бог каждый день любишь под выпить со своими друзьями то это убивает твой прогресс потому что когда ты пьешь алкоголь особенно пивас это повышает уровень эстрогена в твоем организме и понижает уровень тестостерона а эстроген это женский гормон из-за которого не растут мышцы но при этом растет жир тестостерон же напротив он способствует сжиганию жира и увеличению мышечной массы соответственно когда ты выпиваешь ты понижаешь свой уровень тестостерона что в итоге не дает тебе набирать мощную массу я не смотрел на алкоголь с точки зрения гормонального гормонального отклика изменения в соотношении гормонов я точно знаю что этанол это яд для организма он будет пытаться первым же делом его метаболизировать и вывести из организма таким образом можно однозначно сказать что любое количество алкоголя будет негативно сказываться на организм если твоя задача это построение сильного здорового спортивного тела увеличение своих силовых показателей регулярной тренировки без которых этого не достичь то естественно алкоголь во всю эту систему будет не очень вписываться если мы говорим в общем случае десятый совет старайся в каждый прием пищи добавлять клетчатку то есть овощи еще один факт который многие знают но почему-то пренебрегают этим несмотря то что это действительно очень важно клетчатка это можно сказать ферменты есть некоторые бодибилдеры которые едят очень много и они выпивают ферменты для того чтобы еда лучше переваривалась клетчатка это твои естественные натуральные ферменты для натурала овощи помогают лучше усваивать еду и организм в итоге получает больше ресурсов на построение мышечной массы раньше ей сам не любил овощи и практически каждый прием у меня был грубо говоря в сухую без овощей но когда я начал добавлять свое питание много клетчатки у меня пропала тяжесть за животе ведь также опять же начал лучше набирать мышечную массу овощей это клетчатка это не фермент это пищевые волокна которые облегчают желудковый процесс переваривания пищи но это сравнение с ферментами на мой взгляд не корректная да тут другой принцип но действительно совет очень полезный если вы собираетесь набирать массу если вам надо будет есть больше чем вы привыкли то без пищевых волокон без достаточного количества пищевых волокон вам просто не обойтись следующий совет опять возвращаемся к тренировкам как я уже говорил если ты давно тренируешься по стандартному сплиту то обязательно меня программу тренировок так вот меня программу тренировок так чтобы каждая мышечная группа прорабатывалась минимум два раза в неделю есть много исследований которые сравнивали ситуации когда человек тренирует каждую мощную группу один раз в неделю и когда ты тренируешь каждую мощную группу чаще там два или даже три раза в неделю и случае когда ты нагружаешь мышцы чаще то в таком случае они намного лучше растут для того чтобы тебе удавалось прорабатывать мощную группу как минимум два раза в неделю ты можешь использовать сплит или верх-низ в таком случае каждая мышца будет прорабатываться два раза в или же использовать full body в таком случае мышцы можно прорабатывать три раза в неделю я бы очень хотел посмотреть исследования на которые ссылается майк барейка потому что в общем плане этот совет является еще одной вариации первого совета про то что вам нужно увеличивать нагрузку неважно будете вы тренировать одну мышечную группу раз в неделю или два раза в неделю если вы не увеличиваете нагрузку то прогресса не будет есть увеличиваете если допустим рамках одной тренировки выполняйте тот же тоннаж который вы разбиваете на две тренировки но у вас больше интенсивность то скорее всего вы получите лучше отдачу сейчас я пытаюсь вкратце сказать что существует огромное множество различных факторов которые будут влиять на то какой результат вы получите от тренировки говорить просто и сразу всем что лучше тренироваться два раза в неделю два раза в неделю тренировать одну и ту же грудь мышечную группу или три раза в неделю чем один это неправильно это сферический конь в вакууме вы должны посмотреть на другие параметры и только уже от этого исходить потому что далеко не у всех есть возможность тренироваться целыми днями как вот у этих фитнес-блогеров с youtube поэтому тренируйтесь чаще это совет не о чем тренируйтесь интенсивнее до интенсивность должна повышаться объем должен повышаться до чаще ли это или вы просто будете делать больше в рамках одной тренировки грубо говоря неважно если у майка есть исследования с другими результатами давайте посмотрим потому что может быть там разница в один процент и действительно там те кто тренировали два раза мышечную группу получили на один процент больше результаты чем те кто тренировал один но они потратили в два раза больше времени понимаете совсем не выгодное свое вложение времени поэтому этот совет довольно спорно и отсюда переходим к следующему совету если ты начал тренироваться по фуллбаде или верх-низ то в таком случае тебе не стоит тренироваться с отказами так как ты нагружаешь каждую мощную группу чаще если ты будешь добавлять отказы в свои тренировки то ты просто-напросто не будешь успевать восстанавливаться если ты боишься что без отказов ты перестанешь прогрессировать то хочу тебе заверить если ты тренируешься по фуллбаде и верх-низ ты перестанешь тренироваться в отказы а будешь останавливаться за одно-два повторения до отказов ты удивишься как у тебя начнут еще лучше расти твои силовые и как у тебя начнет расти мощная масса очень много исследований это подтверждает я и сам когда перестал использовать отказы и тренировать каждую мышечную группу чаще я начал прогрессировать и вышел из застоя к примеру возьмем бойца который хочет набить себе кулаки чтобы ему не было больно драться и он будет набивать свои кулаки три раза в неделю приходит он в понедельник для того чтобы набить свои кулаки и решает набить их скажем так в отказ и со всей дури хреначить кулаком в стену с непривычки конечно же у него опухнет рука у него будет гематома и уже в среду он не сможет снова набить кулаки потому что у него будет очень сильная травма руки если же он будет набивать постепенно то есть не использовать грубо говоря не используя отказы то есть он пришел в понедельник по набивал кулаки об стену не со всей дури потом во вторник восстановился в среду пришел по набивал свои кулаки то таким образом он намного быстрее придет к своей цели если же он там придет в понедельник со всей дури ударить стенку потом Восстановление у него займет очень долгое количество времени Рука заживет, он придет там через 2 недели Снова со всей дурью лупанет в стенку Опять сильная травма В таком случае быстрого прогресса ждать не стоит Точно так же и с тренировками для набора мышечной массы Когда тренируешься без отказов То в таком случае твой организм не получает слишком сильный стресс Он быстрее восстанавливается И за счет того, что он быстрее восстанавливается У тебя быстрее растут силовые и быстрее растут эти самые мышцы Нет, набивка кулаков и набора мышечной массы Это не одни и те же процессы Поэтому проводить такую прямую параллель между ними нельзя Что касается отказных и неотказных тренировок То во-первых, практически никто Очень-очень малое количество людей тренируется действительно в отказ А вот что как раз прекращает выполнять подход Именно за 1-2 повторений до настоящего отказа До того момента, как у них мышцы перестают работать Поэтому они изначально уже следуют этому условию Но если говорить с точки зрения нагрузки То, допустим, в тех же подтягиваниях Невозможно научиться подтягиваться очень много Не тренируясь в отказ Не подтягиваясь до своего максимума время от времени Я не говорю, что такие отказные тренировки должны быть на каждом занятии Но они должны быть Опять же и потому, что для организма это дополнительный непривычный стресс Который будет требовать от мышц адаптации Именно поэтому важно, чтобы они были То же самое касается и тренировок с дополнительным весом Там тоже требуются тренировки в отказ Тренировки с партнером, который сможет поддержать мышцы И даже поможет добить на негативных повторениях Потому что для мышц это будет дополнительная нагрузка А главный принцип, которому нужно следовать при наборе мышечной массы Это обеспечение прогрессии нагрузок Ее можно обеспечить и без тренировок в отказ Само собой, просто увеличивая нагрузку И это также будет работать Что касается конкретных цифр Какой вариант будет эффективнее Как часто нужно тренироваться Как часто нужно тренироваться в отказ И так далее, и так далее Здесь все очень индивидуально И поэтому даже какие-то общие исследования Нам вряд ли что-либо подскажут Поэтому не тренируйтесь в отказ Но это очень общий совет Который скорее защитит вас от возможных травм Потому что чем чаще вы тренируетесь в отказ Тем больше у вас вероятность получения травмы На истощенном организме Только если вы полноценно восстанавливаетесь Все равно Тренировки на пределе Это всегда повышенная возможность получения травм Вот с точки зрения безопасности Да, этот совет действительно стоит использовать Тринадцатый совет В основном старайся тренироваться В диапазоне повторений от 8 и до 15 Потому что именно при таком диапазоне повторений Ты можешь брать достаточные силовые, достаточные веса в упражнениях При которых будет происходить рекрутинг мышц То есть полное вовлечение мышечных волокон Что есть хорошо для роста мышц Или ты можешь делать от 5 до 15 Или от 10 до 20 Без разницы А что такое полный рекрутинг мышц Мне бы вообще очень хотелось бы узнать Что он понимает под этим термином Потому что даже если ты делаешь одно повторение В полной амплитуде Все равно у тебя мышцы работают Иначе бы ты его не сделал Точно так же, как если ты сделаешь 30 повторений Все 30 они будут работать Иначе бы ты не сделал эти 30 повторений Поэтому совет непонятный Совсем Единственная причина, по которой я, допустим, вижу смысл в рекомендации тренировцев в пределе 10-20 повторений Это то, что вы не сможете взять 10-20 повторений имеется в виду от максимума, от отказного То есть если у вас отказное повторение с заданным весом 12 То вот у вас 10-11 повторений и отсюда возникают И причина, по которой это может быть Причина, по которой это можно совету следовать Заключается в том, что тогда вы не сможете взять Слишком большой вес, потому что 12-15 повторений Это достаточно большое количество Чтобы вес был достаточным Для вашего уровня, стимулирующим мышечный рост Но достаточно безопасным для того, чтобы выполнять с ним повторения Вот единственный вариант, с точки зрения которого этот совет может иметь смысл Сам по себе То, как его рекомментирует Майк Борейко С вот этим вот задействованием мышц Я не знаю, что это такое Если кто-то знает, пишите в комментариях Или, может быть, Майк увидит этот ролик И сам расскажет нам, что же он имел в виду Четырнадцатый совет Ни в коем случае не забывай про жиры в своем рационе Многие, когда составляют для себя рацион питания В первую очередь во внимание берут, конечно же, белок Потому что из него строятся мышцы И дальше углеводы Потому что это как бы калории А про жиры забывают Так вот, ни в коем случае не забывай про то, чтобы добирать достаточное количество жиров Потому что если в твоем организме не будет хватать жиров То в таком случае снизится твой уровень тестостерона Исследование подтверждает то, что когда ты ешь достаточное количество жиров То в таком случае у тебя растет уровень тестостерона Который очень важен для набора мышечной массы У нас уже был в этом списке совет про то, что необходимо считать БЖУ, а не калории Зачем отдельно выделять совет про жиры, мне непонятно Потому что тем же успехом 15 советом можешь сделать Считай белки, потому что необходимо Без должного количества белков ты просто не сможешь строить мышечную массу А 16 советом считай углеводы Потому что без должного количества энергии у тебя просто не будет сил тренироваться Можно сказать делать один совет, можно делать четыре совета Если тебе надо набрать как можно больше, например, 35 советов То естественно ты будешь так делать Но с точки зрения логики просто и смысла Это все уже было сказано им ранее 15 совет это то, что если ты изо всех сил стараешься соблюдать питание Тренироваться, повышать силовые Но у тебя почему-то случился застой И ты не можешь дальше прогрессировать То в таком случае добавь в свой рацион Такие две спортивные добавки, как креатин и мультивитамины Витамины всегда важны для нашего организма И они помогают ему лучше функционировать Креатин это номер один добавка, самоизученная Которая действительно дает очень хорошие результаты Если вдруг ты тренируешься и выкладываешься на полную И схватываешь застой То имеет смысл найти одну из 100-500 возможных причин Которая к этому привела Потому что очень часто в разговоре с такими людьми Которые сталкиваются застой Я узнаю, что у них оказывается нет дневника питания Или нет дневника тренировок Или они пропускают приемы пищи Потому что им просто лень готовить с собой контейнеры Или они не всегда выкладываются на тренировки Потому что это просто тяжело Но при этом они пытаются найти быстрое решение Зачастую идут в магазин спортивного питания Чтобы купить его там Потому что продавцы спортивного питания Это все обещают Что касается конкретных добавок Креатин, да, действительно одна из самых изученных добавок Ты должен понимать, что как только ты перестаешь принимать креатин Ты откатываешься до того же уровня, на котором ты был И для многих это может стать таким демотивирующим фактором Потому что вроде как ты сильный Но ты сильный, пока ты сидишь условно на игле Ну, креатин, это конечно не игла Но вы понимаете Следующий совет Не выполняй слишком много подходов за тренировку Это на самом деле очень распространенная ошибка Которая мешает набирать мышечную массу Люди берут программы тренировок из интернета Где очень большое количество подходов Или же они стараются копировать своих кумиров Которые сидят на фармакологии И копируют их программы тренировок И выполняют очень большое количество подходов Этого делать не стоит Напоминаю, что согласно исследованиям За одну тренировку на одну мышечную группу Нужно выполнять от 5 до 10 подходов В зависимости от твоего стажа тренировок Если ты будешь выполнять больше То в таком случае ты будешь получать перетрен И из-за перетренов твои мышцы не будут расти В свое время я также выполнял слишком много подходов за тренировку И из-за этого не мог набирать мышечную массу Очень часто сокращение объема тренировки Приводит к прогрессу В целом совет не выполнять слишком много подходов Имеет перед собой определенную логику Исследования Я бы очень хотел увидеть исследование На которое он ссылается Где говорит, что не более 5 подходов за тренировку Потому что, чтобы вы понимали 5 подходов это одно единственное упражнение За всю тренировку на одну мышечную группу То есть на ноги вы сделаете один подход приседаний И на этом тренировка закончится И вы действительно можете расти на таком тренировочном плане Если вы будете от тренировки к тренировке увеличивать нагрузку Но в рамках одного упражнения В рамках всего 5 подходов Сделать это будет очень тяжело Гораздо тяжелее, чем если у вас несколько упражнений И соответственно в каком-нибудь из них Вы можете увеличить вес Или увеличить повторение Или уменьшить время отдыха То есть у вас возможность играть переменами В своем тренировочном плане Становится гораздо выше Чем больше у вас упражнений Чем больше у вас подходов Которые вы выполняете в рамках тренировки При этом опять же помним про первое правило И при этом понимаем, что слишком большое количество Тренировочного объема Если при этом будет страдать интенсивность А она будет страдать Потому что вы не сможете одинаково интенсивно тренироваться И в первые полчаса И в последние полчаса третьего часа занятия Балонсируем все это Определяем именно то количество подходов И повторений, которые комфортно выполнять Именно вам, на котором вы прогрессируете Опять же с помощью матрицы Кучумова И все Брать программу из интернета Это последнее дело Брать программу из глянцевых журналов Или покупать их у непонятных фитнес-гуру Это самое последнее дело Которое вы можете сделать И если вам не нужны ваши деньги То в первом комментарии Я закреплю ссылку на наш аккаунт на Boosty Вы можете просто нам отправить их И мы распорядимся ими гораздо с большим умом Чем покупать Чем покупка программы тренировок Непонятно какая Непонятно у кого Не нужно бояться начать составлять свою программу В ближайшем будущем я запишу ролик С шестью С шестью главными упражнениями Которые должны быть в любой программе тренировок И включив просто по одному упражнению Каждого типа в свою программу Вы получите некий фундамент С которого можно начинать Который будет гарантировать Что у вас полноценная Разносторонняя тренировочная программа Которая позволит прокачать все группы мышц И уже от нее можно будет отталкиваться Что-то добавлять Что-то менять Передвигать и так далее Не нужно бояться пробовать Не нужно бояться экспериментировать Не нужно бояться допустить ошибку Семнадцатый совет Который поможет опять же повышать Твои рабочие веса То что иногда на своих тренировках Ты можешь использовать предтренировочный комплекс На самом деле предтренировочный комплекс Или же предтреник Это достаточно крутая вещь При приеме которой на тренировке Ты можешь выложиться по максимуму Очень часто предтреник помогает мне Повысить свои силовые Скажем так переступить этот психологический порог Но тем не менее хочу предупредить Что ни в коем случае нельзя Злоупотреблять предтренировочным комплексом Потому что они дают нагрузку на сердце На нашу нервную систему И также могут вызывать привыкание Я советую использовать предтреник Примерно раз в две недели Очень общий совет Который он берет просто из головы Несмотря на то, что Хорошо, что он предупреждает О негативных возможностях Последствиях для организма Использования предтрена Но он также забыл сказать о том Что очень часто Предтрен может привести тебя к травме Потому что если ты не хочешь Идти на тренировку Если твой организм говорит тебе о том Что не стоит сегодня тренироваться А твое эго говорит Что ты должен потренироваться И ты используешь предтрен Возможно, это приведет к травме Потому что у организма Что-то было не так И он пытался тебе объяснить Что что-то не так Что сегодня не надо выкладываться на максимум Сегодня не надо тренироваться Или не надо тренироваться слишком сильно Но из-за твоего желания Как можно быстрее достичь результата Ты использовал предтрен Вкачал свой организм Выплюснул гормоны И сделал то К чему ты не был готов на самом деле Поэтому помимо тех негативных вещей Которым может привести предтрен О которых он предупредил Я вот так же предупреждаю еще об этой вещи И о том, что действительно Зависимость от предтрена Это не выдуманная вещь Люди привыкают получать этот кайф тренировочный И без него ему уже становится Очень сложно тренироваться А чем больше вы используете предтрен Тем больше нагрузка на ваше сердце И другие системы И вместо здорового тела Вы получаете кучу проблем Поэтому раз в две недели нет Я бы сказал, что Вообще его никогда не используйте Если вы тренируетесь для себя Для своего здоровья Не выступаете на соревнованиях Вам не нужно показывать какой-то результат Какому-то конкретному сроку То никакого смысла в использовании Предтренировочных комплексов В принципе нет 18 совет Не распыляй свое внимание На разовое повторение Зачастую это касается новичков Они приходят в тренажерный зал С целью набрать мышечную массу Но тем не менее Их фокус сбивается на то Чтобы пожать сотку на раз Присесть сотку на раз Или потянуть там становую тягу на раз Стоит для себя понять Чего ты хочешь от тренировок Если твоя цель Это скажем так Больше пауэрлифтинг То есть ты хочешь просто Повышать свои силовые То в таком случае Тебе и нужно строить тренировки С акцентом на эти самые Разовые повторения Если же твоя цель Набрать мышечную массу То в таком случае Тебе нужно забыть Про эти попытки пожать на раз Потому что такие подходы Не несут абсолютно никакой пользы Для роста мыс И вместо этого Они отбирают у тебя энергию Когда ты пытаешься выполнить Разовый максимум А это значит Что ты работаешь в отказ Из-за этого Ты потом дольше будешь Восстанавливаться Плюс это нагружает Свои связки А в связке В свою очередь Долго восстанавливаются То есть все тренировки На которых ты стараешься Выжимать свои разовые максимумы Они можно сказать Проходят зря И тормозят твой прогресс Если в этом совете Он говорил о том Что тренировки На максимальный результат Тренировки На построение мышечных Новых мышц Мышечной массы Они отличаются Друг от друга принципиально То да Это абсолютно правильно Потому что зачастую В погоне За демонстрацией результата В погоне За той же соткой Даже миллион же Люди жертвуют техникой А когда ты жертвуешь техникой Ты уже снимаешь Нагрузку со своих мышц И ты используешь Допустим Ассистирующие мышцы То есть упражнение становится Не таким эффективным И хотя ты жмешь Больше килограмм Но нагрузка на твои мышцы Целевые Например на грудные Она становится меньше И соответственно С точки зрения мышечного роста Ты получаешь результат Хуже Чем мог бы получить Если бы сфокусировался Именно на технике Поэтому Например Нельзя не вспомнить Слова знаменитого Грега Плита Который говорил Что в первую очередь Форма Да Техника выполнения И только во вторую Уже идет вес Только в этом порядке Следующий совет Составляя программу тренировок Выбирай эффективные упражнения Но не популярные То есть что я имею ввиду Из популярных упражнений В первую очередь Я конечно же могу выделить Приседания Жим лежа Становая тяга Если к приседаниям У меня вопросов никаких нету То кто же становая тяга Вопросы есть Многие Особенно новички Почему-то считают Что становая тяга Это упражнение на спину Хотя в становой тяге Больше всего работает Задняя поверхность бедра То есть ноги И так же работает поясница Но сами мышцы спины Работают в статическом режиме А это не очень хорошо Намного лучшим упражнением Базовым для спины Будет тяга штанги в наклоне Потому что при тяге штанги в наклоне Или же тяга Т-грифа У тебя есть растяжение спины И сокращение Именно из-за растяжения И сокращения Твои мышцы будут расти В становой тяге Спина выполняет статическое удержание И становая тяга На самом деле Не будет развивать мышцы спины Кроме этого Это очень травмоопасное упражнение Лично я вообще Не делаю становую тягу То же самое можно сказать Про жим штанги лежа Некоторым людям Это упражнение Просто-напросто не подходит Для того, чтобы росли грудные мышцы Но они все равно Делают это упражнение Просто потому, что Оно популярное Вместо этого Если у тебя Не растут грудные мышцы Из-за жима штанги лежа Советую перейти Или на жим гантелей лежа Или же тренировать грудь В упражнениях в наклоне То есть выполнять Жим гантелей в наклоне Или жим штанги в наклоне Я не знаю, кто в здравом меме Могу подумать, что Становая тяга Это упражнение для широчайших И позволит их развить И если новички Действительно в бодибилдинге Такой фигней страдают То, да Мое представление О бодибилдинге Еще больше упало О тех людях Которые приходят в зал И делают вот такие вещи Бездумно Что говорит Про отмену жима лежа Она очень напоминает Отмену брусьев Отжиманий на брусьях Биомашин То есть, да, действительно Есть небольшой процент людей У которых Анатомические устройства Плечевого сустава И грудных Не даст комфорта При жиме лежа Штанги именно Но им позволят От все заменить гантели Конечно, гантели В силу своей специфики В силу специфики Того, как вы заходите И выходите из упражнения Не являются полноценной Заменой жима лежа И не позволят работать С весами Того же уровня По крайней мере Поначалу Они требуют Гораздо большей Гораздо большей Подготовки Именно за необходимость Стабилизировать руку На всем протяжении То есть Гораздо легче пожать штангу Которую вы контролируете Двумя руками Чем пожать две гантели Того же веса Потому что каждую гантелю Вы контролируете По отдельности Не говоря уже о том Что штангу Вы снимаете сверху над собой Уже в сходном положении От гантелей Надо как-то Изловчиться Лечь, развести И так далее Это все не очень удобно Поэтому Идея заменить Жим лежа штанги На жим лежа гантелей Имеет смысл Только в том случае Если вы действительно Не получаете Результат от этого упражнения Хотя абсолютно уверены Что делайте его эффективно Делайте его технично Увеличиваете в нем вес Время от времени Но результатов В плане мышечной массы Не видите И при этом у вас питанием Все нормально И другими факторами тоже То есть если вы Действительно Абсолютно На 100% Уверены Что проблема Исключительно в штанге И гантелях А не в чем-то другом В таком случае Да Во всех других случаях Базовые упражнения Это базовые упражнения Гнаться за популярными упражнениями Я согласен Не стоит Я очень часто вижу людей Которые делают на площадке Алмазные отжимания С целью прокачать внутреннюю грудную Потому что они в какой-то момент Посмотрели ролик Арчо Морриса И подумали Что раз Арчо Моррис Накаченная грудная И раз он делает алмазные То это действительно Что-то дает Хотя на самом деле Конечно нет Поэтому да Не гонитесь за популярными упражнениями Смотрите что работает для вас Смотрите на биомеханику упражнений С точки зрения анатомии Анатомии человека Выбирайте упражнения Тренируйтесь Получайте результат Двигаемся дальше 20 совет Если у тебя не удается Составить для себя Эффективную программу тренировок И правильный рацион питания То ты можешь обратиться ко мне Сейчас будет просто реклама его Сейчас будет просто реклама Майка В которой он рассказывает Про свои услуги По составлению программы тренировок Которые он делает Поэтому мы их пропустим И перейдем сразу к следующему совету Следующий совет Достаточно отдыхай между подходами Очень популярное мнение Что между подходами Нужно отдыхать Максимум полторы минуты Но исследования говорят об обратном На крупные мышечные группы Нужно отдыхать Не меньше трех минут На маленькие мышечные группы Нужно отдыхать Не менее двух минут И это на самом деле Тоже очень такой важный совет В принципе как и каждый совет В этом видео Который в свое время Поможет мне Лучше спрогрессировать Потому что если ты увеличишь Время отдыха между подходами В таком случае ты лучше сможешь каждом подходе выкладываться лучше и работать с большими весами, что в твою очередь опять же напрямую влияет на набор мышечной массы. Я очень хочу увидеть исследование, про которое он говорит, потому что в этом плане без отсылки, без чтения конкретных исследований, про которых он говорит, я не могу сказать. Все, что я видел, сводится к тому, что наоборот не нужно отдыхать больше минуты-90 секунд и количество повторений, количество подходов, количество упражнений, оно строится исходя из этого отдыха, чтобы вы могли поддерживать интенсивный темп на всей, на протяжении всей тренировки. С отдыхами три и более минуты я сталкивался только в контексте тренировок как раз на максимальные веса, например, становая тяга на максимальный вес или отжимания на брусик с максимальным весом, то есть когда люди действительно выкладываются на пределе своих возможностей и потом требуется достаточно большое время для того, чтобы восстановиться. Но если речь идет про обычную тренировку и обычные упражнения, то такой большой отдых, наоборот, будет негативно на всем сказываться, помимо того, что продолжительность тренировки просто нереально вырастет. Если представьте, у вас 10 подходов, вы после каждого отдыхаете по три минуты, это у вас полчаса вы просто отдыхаете, просто отдыхаете. Опять же вернемся к первому совету, прогресс нагрузки, его можно обеспечить разными способами, вовсе не обязательно его обеспечить таким образом. Это просто не очень комфортно. Я не знаю, это же куча времени будет уходить просто на тренировку. Если вы не какой-нибудь студент-школьник, у которого бесконечно этого времени в запасе, то вы понимаете, о чем я. Следующий совет, который поможет тебе лучше набрать мышечную массу, это то, что тебе необходимо спать как минимум 8 часов. Если ты знаешь, что на следующий день тебе рано вставать или на учебу, или же на работу, то не нужно втыкать в телефоне, в тиктоке, в инстаграме, или же на ютубе. Если ты действительно хочешь набрать мощную массу и классно выглядеть, то стоит придерживаться дисциплины и режима. Поэтому ставь приоритеты, что для тебя важнее, посмотреть тикток, который ты в принципе можешь посмотреть и на следующий день, или же все-таки лечь вовремя, поспать 8 часов, а когда ты спишь 8 часов, ты лучше восстанавливаешься, у тебя лучший уровень тестостерона и, как итог, ты намного лучше эффективно набираешь мышечную массу. Совет про режим сна, он правильный, действительно, единственное, что... Совет про режим сна и про приоритеты действительно правильный, он говорит все как есть. Единственное, что я могу сказать, что 8 часов это просто среднее значение. Спать нужно до того момента, когда вы просыпаетесь, потому что вы выспались, а не потому что прозвенел будильник. И у кого-то это может быть 7 часов, у кого-то 8, у кого-то 9. Это индивидуальные параметры, которые зависят от огромного количества переменных и поэтому не нужно привязываться к конкретной цифре. Ладно показать, что утром вы выспались и просыпаетесь бодро. Получение результата это вопрос дисциплины, это не вопрос генетики, это не вопрос удачи, это не вопрос... Получение результата это в первую очередь вопрос дисциплины, это не вопрос генетики, это не вопрос удачи, потому что это не спринт, Это именно марафон и получают результат те, кто могут продержаться именно весь этот марафон Во всех упражнениях в обязательном порядке ни в коем случае не используй читинг Работай в полной амплитуде и не забывай про негативную фазу Потому что абсолютно все эти факторы напрямую влияют на эффективность упражнений И как показывает исследование, полная амплитуда, соблюдение негативной фазы И отказ от читинга лучше растить мышцы Выполнение упражнения в полной амплитуде будет сложнее, чем выполнение упражнения в частичной амплитуде Выполнение упражнения чисто за счет работы целевых мышц будет эффективнее для этих мышц Чем выполнение этого же самого упражнения с привлечением других помогающих мышц Это все возвращает нас в точности к первому совету, где мы говорим про прогресс То есть вы можете также выполнять упражнения не в полной амплитуде, но увеличивать используемый вес Количество повторений, общий тренировочный объем и так далее У вас будет прогресс на тренировке, вы будете расти Просто то, что сейчас он назвал, это варианты, как можно сделать все то же самое, но за меньшее количество времени. Тоже негативную фазу. Если вы просто поднимаете вес силой, а затем бросаете его и ловите в самом низу, то вы теряете фактически половину движения, которое вы также можете использовать для того, чтобы нагружать свои мышцы и для того, чтобы получать результат. И отсюда я перехожу к 24-му совету, который является также очень важным. То, что в каждом подходе, в каждом упражнении обязательно нужно стараться соблюдать нейромышечную связь. Как показывают исследования, когда ты соблюдаешь нейромышечную связь, то в таком случае мышцы растут чуть ли не в два раза лучше. То есть, к примеру, когда ты поднимаешь штангу на бицепс, концентрируйся не на том, что ты поднимаешь штангу, а концентрируйся на том, что ты сокращаешь бицепс, то есть ты смотришь на бицепс, видишь, как он сокращается, и за счет этого сокращения у тебя уже штанга поднимается. Когда ты жмешь лежа, ты должен концентрироваться не на том, что ты выжимаешь штангу наверх. Ты концентрируешься на том, что твоя грудь сжимается, сокращается. Именно из-за этого сокращения у тебя выжимается штанга. Ну, тут он, конечно, перекрутил, и перекрутил очень сильно. Во-первых, очень хочу увидеть исследование, в котором говорится, что в два раза у тебя повышается эффективность упражнения, если ты концентрируешься. Но ключевое здесь слово «концентрируешься». То есть на том же подъеме на бицепс ты можешь смотреть, как ты поднимаешь бицепс, но ты должен чувствовать, что в этот момент работают исключительно мышцы сгибателей рук, и штанга поднимается исключительно за счет того, что рука сгибается, а там спина или ноги не участвуют в этом деле. Поэтому тебе не обязательно смотреть на бицепс и видеть, как он там сокращается, расслабляется. Тебе достаточно этого чувствовать, а смотреть ты можешь на штангу. То есть концентрация относится к выполнению упражнения целевыми мышцами. Тебе не нужно смотреть и представлять там, как твоя грудная прожимается. Но во время отжиманий или во время сжима лежа ты должен чувствовать, что она сокращается, а никакие другие мышцы, например, ноги, не работают в этом упражнении. Тогда действительно эффективность будет выше именно за счет того, что нагрузка, вес, который ты двигаешь, будет ложиться полностью на целевые мышцы и не распределяться между большим количеством мышц. Это очевидная вещь. Следующий совет. Старайся не стрессовать, потому что стресс – это страшный враг эктоморфа. Стрессовые ситуации повышают уровень кортизола в нашем организме, что приводит к процессам катаболизма. В этих процессах мышцы наши ни хрена не растут. Наоборот, наш прогресс убивается. Поэтому старайся ко всем неприятным ситуациям в своей жизни относиться более спокойно. Потому что если, к примеру, твоя работа часто связана со всякими стрессовыми ситуациями или же ты часто переживаешь из-за учебы по каким-либо причинам, это очень негативно влияет на твой прогресс. Когда ты научишься контролировать свои эмоции и меньше оказываться в стрессовых ситуациях, то это очень хорошо поможет твоему прогрессу. Стресс является действительно крайне негативным фактором и он является врагом не только эктоморфов, но и в принципе любого человека. Хронический стресс напрямую связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, напрямую связан с увеличением риска развития раковых заболеваний. Поэтому, да, это очень верный совет, что нужно держать уровень стресса под контролем в своей жизни, быть более позитивным, не допускать резких негативных настроений. Сказать это гораздо проще, чем следовать этому совету. Но с этим действительно не поспоришь. Когда организм испытывает стресс, и стресс сильный, то ему вообще-то не до набора мышечной массы. И могу выжить в текущем условии. А вот он скорая везет. Это стресс. Больничка – это всегда стресс. 26-й совет, который также многие игнорируют, это не забивай на норму воды. Как мы все знаем, наше тело на 80% состоит из воды. И только даже поэтому тебе не стоит забивать на то, чтобы за день выпивать норму воды. Особенно учитывая, что ты хочешь набрать мышечную массу, твое тело становится больше, соответственно, и воды нужно больше. К тому же, по-любому многих случались ситуации, когда ты вроде бы на прошлой тренировке вжал там, грубо говоря, сотку на 8 повторений. А тут внезапно приходишь, и уже не получается у тебя пожать сотку на 8 повторений. Причина такого упадка сил может быть как раз таки в том, что ты не пьешь достаточно воды. И в твоем организме дегидратация, то есть обезбоживание, соответственно, твои силовые падают, и тело не может работать на все 100%. Очень классный совет про норму воды, которую нужно обязательно следовать, но без указания, что это за норма такая. У меня есть отдельный ролик на канале про заблуждение касательно 8 стаканов воды, которые должен человек выпивать, потому что норма воды – это понятие очень индивидуально, зависящее от огромного количества параметров. И здесь каждый пьет столько, сколько он хочет пить. То есть, в зависимости также от условий, в жаркое лето, вот как сейчас я снимаю, в плюс 30, естественно, будет хотеть пить больше, и вы сами это почувствуете. Организм не просто так изобрел такой механизм, как жажда, который говорит вам о том, что нужно выпить воды. И при этом, если вы уже испытываете жажду, значит, вы допустили небольшой-небольшой процент дегидратации. То есть вы слишком затянулись с наполнением организма своей водой. Это первый момент. А второй касается того, что если вы собираетесь набирать мышечную массу, то воды вам нужно будет пить больше, чем вы привыкли. Немного, но больше. Сколько, опять же, индивидуально смотрите сами. Поэтому совет, придерживайтесь нормы воды. Нет, просто пейте воду. Следующий 27 совет заключается в том, что тебе стоит запомнить, что в первую очередь ты должен концентрироваться на том, чтобы достаточно съедать. И спортивное питание у тебя должно быть на втором месте. Очень многие, на самом деле, сталкиваются с такой ошибкой. Почему-то в первую очередь они представляют спортивное питание как какой-то волшебный порошок и копят деньги на то, чтобы накопить на протеин и надеяться на то, что если у них есть банка протеина, то все, мышцы в таком случае точно будут расти, масса будет набираться. И при этом забивают на нормальное питание. Стоит запомнить, что первоочередно ты должен наладить свое питание. Если ты будешь хорошо питаться, то ты будешь набирать хорошо мышечную массу. Исследования показывают, что хорошее, правильное питание намного важнее для роста мышц, чем использование спортивного питания. Это просто добавка. Оно и должно идти как дополнение к основному приему пищи. Мне очень понятно, почему у него совет про то, что спортивное питание не главное, идет на десяток советов после того, как он уже рекомендовал определенные спортивные добавки для улучшения своих результатов. Но в целом, да, 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 это надо прям вбить в голову людям, что спортивное питание обычному человеку в принципе не нужно. До того, как вы разобрались со своим режимом тренировок, до того, как вы разобрались со своим режимом питания, До того, как вы несколько лет потренировались, можно даже вообще не смотреть в ту сторону, потому что у вас есть и без того огромное количество параметров, которые вы можете настраивать и над которыми вы можете работать для того, чтобы улучшать те результаты, которые вы получаете. Об этом все вам не расскажет ни один спонсируемый атлет, ни одна реклама в интернете, потому что их задача зарабатывать деньги. А если вы будете регулярно покупать спортивное питание и при этом не получать желаемых результатов, вы будете покупать еще больше, чтобы получить их быстрее, то вы прям самый ценный их потребитель. Кстати, вот у нее 28 совет тоже про что-то с питанием. И отсюда мы переходим к следующему совету. Если у тебя все-таки не удается добирать нужное количество бажу из еды, то тогда уже ты можешь добавлять такое спортивное питание, как протеин или же гейнер. То есть, если тебе не хватает белка из рациона, то ты покупаешь протеин. Если тебе хватает белка, но не хватает углеводов, ты не можешь съедать слишком много гречки или риса, то в таком случае ты покупаешь гейнер. Но еще раз повторюсь, что спортивное питание должно быть только как дополнение. То есть, тот же протеин или гейнер не должны превышать одной порции в день. Если ты вещь 60 или 70 килограмм и при этом не можешь добрать достаточное количество белка из питания, то тебе надо не протеин покупать. Тебе нужно понять, что в твоей жизни ты делаешь неправильно, потому что это не супер какое количество, которое нужно съедать. И возможно, тебе просто не хватает дисциплины, чтобы заставить себя готовить нужное количество пищи или носить с собой котейнеры и съедать их. И здесь проблема не в протеине или гейнере. Дело в том, что худющие ребята зачастую такие худые именно потому, что они ни черта не едят. Либо так сложилось, либо им просто не нравится есть, либо они не хотят заморачиваться по этому поводу, либо они не считают, сколько они едят. Но смысл в том, что они просто едят недостаточно. И на их весе говорить о том, что сложно получить необходимое количество белка, это просто смешно. 29 совет. Не забивай желудок белком. Так как белок это главный строительный материал для наших мышц, многие ставят его во главу рациона и стараются съедать его как можно больше. Особенно после того, как пересмотрят всяких химиков на ютубе. Но как показывают исследования, полтора грамма белка на килограмм веса тела достаточно с головой для того, чтобы набирать мышечную массу. Если ты будешь съедать слишком большое количество белка, это может привести к проблемам с почками. Плюс белок сложнее и дольше переваривается, чем те же углеводы. Соответственно, когда ты кушаешь слишком много белка, то в таком случае у тебя просто-напросто будет пропадать аппетит. Поэтому полтора грамма белка на килограмм веса тела вполне себе достаточно. И добирать такое количество белка очень даже легко. Если мы, к примеру, возьмем человека с массой 80 килограмм, то есть ему нужно 120 грамм белка за день. Пункт просто-напросто. Утром может съесть 3 яйца, потом 2 приема пищи с куриным филе по 150 грамм и на ночь есть 200 грамм творога. И так он наберет эти самые 120 грамм белка. Нельзя не отдать должное парню. Он на самом деле талантлив. Из одного совета считать БЖУ, он не только сделал несколько советов, да? Можно было сделать 4 совета про считайте белки, считайте жиры, считайте углеводы. Он сделал еще 3 совета, связанные с... Не делайте слишком много белков, не делайте слишком много углеводов, не делайте слишком много жиров. Но это просто. Это все равно тот же самый совет, про который мы говорили 20 советов назад, про то, что необходимо считать БЖУ непосредственно для того уровня, на который вы сейчас целитесь, и следовать этим расчетам. Все, естественно, если вы будете это делать, вы не будете переедать по количеству белка, и не будете переедать по количеству углеводов, вы не будете переедать по количеству жиров. Я так чувствую, что он затягивал видео с определенной целью на ютубе, зачем он это делал, потому что иначе разбивание одного совета на кучу подсоветов смысла нет никакого. Следующий, 31 совет. Не забрасывай свои тренировки. Для многих почему-то является привычным делом походить в зал 3-4 месяца, потом на месяц или на 2 месяца забросить тренировки, потом снова вернуться в зал и так далее. Этого делать нельзя. Если ты поставил для себя цель набирать мощную массу, то в таком случае тебе нужно придерживаться дисциплины, режима и запастись терпением и не бросать тренировки. Потому что, особенно если ты эктоморф, то когда ты забрасываешь свои тренировки, у тебя очень быстро теряются силовые, у тебя быстро теряется мышечная масса, и таким образом ты очень быстро возвращаешься на начальную точку. В плане того, что только регулярные тренировки приносят результат, это действительно так, потому что процесс построения новых мышечных волокон, он занимает недели, и поэтому нет никакого смысла ожидать, что вы очень быстро наберете мышечную массу. Если вы будете делать большие перерывы между своими тренировками, как он сказал, три месяца потренировались, на месяц все забросили, потом начали снова, то, естественно, у вас будет откат и в результатах, и в показателях. Естественно, у вас будут откаты. А что такое откаты? Вы больше не можете давать организму новые уровни стресса, которые будут давать ему запрос на строительство новых мышечных групп. То есть вы отходите назад и начинаете с прежних уровней. При этом, что касается того, что у эктоморфов этот процесс происходит быстрее, чем у всех остальных, естественно, нет. Чем меньше у вас тренировочный стаж, чем более легкие у вас были тренировки, чем меньше вы во все это погрузились, тем, естественно, будет легче вас выбросить обратно, тем быстрее вы вернетесь в свою предыдущую форму, и чем дольше ваши перерывы. Но если вы там 10 лет тренировались, а потом решили месяц ничего не делать, то вы увидите, что ваши результаты практически не изменились. А в экстремальных случаях, когда вы были на грани перетрена, наоборот. Отдых в одну, две, три недели от тренировок позволит затем быстрее прогрессировать дальше, просто потому что вы дадите организму долгожданный отдых. Следующий совет. Не заедай калории сладостями. Многие почему-то думают, что если им не хватает там за день какого-то количества углеводами, то можно просто-напросто съесть там какой-то кусочек тортика, и в таком случае ты покроешь свою норму калорий. Но это не поможет набрать тебе мышечную массу, потому что когда ты съедаешь, грубо говоря, только сахар, то это вызывает очень сильный скачок инсулина. И если каждый день ты будешь добивать свои калории с сахаром, то у тебя постоянно будет подскакивать инсулин, что в свою очередь может вызвать инсулинорезистентность, при которой твое тело хуже усваивает аминокислоты, из которых и состоят мышцы. К тому же, если ты в качестве какого-то перекуса кушаешь сладкое, то в таком случае ты перебиваешь свой аппетит, и тебе сложнее за день съесть нужный рацион питания. Если ты съешь сладость, это не поможет тебе набрать мышечную массу, потому что мышцы состоят из белков, а не из углеводов. С другой стороны, углеводы – это энергия, которую ты можешь использовать для того, чтобы выкладываться, например, на тренировки по полной. И поэтому съесть сладость перед тренировкой – не такая уж и плохая идея, если ты прямо на нуле и у тебя нет сил. В остальном же, что касается инсулинорезистентности, по-моему, парень очень сильно загнался, потому что обычным людям это не грозит, даже если они на ночь будут выпивать чай с какими-нибудь конфетами. Потому что это совсем работает не так. Это надо реально перегрузить себя сладким для того, чтобы она у тебя развилась, либо иметь генетическую предрасположенность к инсулинорезистентности, чтобы она появилась. А просто от какой-нибудь конфетки на ночь, от мармеладки на ночь или не знаю еще чего. Я не знаю, в каких количествах обычные люди едят сладкое. Я потому что просто его время от времени ем, и поэтому, может быть, норма есть огромное количество сладкого. Может быть, норма есть каждый. Ну, я имею в виду, что он имеет в виду. Может быть, он имеет в виду, что каждый день на ночь баунти съедать или килограммовую пачку мороженого. Я не знаю, что он имел в виду. Поэтому в части того, что сладкое само по себе не помогает строить мышцы, потому что это углеводы, а не белки, это да. В плане того, что сладкое это углеводы, а, соответственно, это энергия, которая позволяет вам тренироваться и давать запрос организму строительства мышц, это вот тоже есть такой момент. И в плане инсулинорезистентности я не буду в это лезть, но я думаю, что он очень сильно преувеличивает возможные последствия от этой штуки. Следующий совет, он больше касается психологии. На пути к набору мышечной массы не стоит равняться на фитнес-звезд. Потому что в основном фитнес-звездами становятся люди, у которых очень крутая генетика. У них широкие плечи, объемные мышцы, и зачастую они, кстати, также и химики. И когда ты человек с силосложением эктоморфа, то есть с тонкими костями, с узкими плечами, стараешься в своих тренировках равняться на очень известных фитнес-звезд, там, Карнольда Шварценеггера и так далее, и ты тренируешься и тренируешься, и видишь, что не получается у тебя выглядеть так же, то это может понизить твою мотивацию к тренировкам, и в конце концов ты можешь их бросить. Ни в коем случае не стоит равняться на таких людей, особенно если ты тренируешься в натураху, потому что тренировки в натураху занимают очень большое количество времени. Поэтому на пути к достижению своей цели тебе стоит равняться на самого себя, то есть пытаться становиться лучше самого себя с каждым днем. И как бы тебе не казалось, что вроде бы у тебя нет прогресса, тем не менее, когда ты там потренируешься год или два, и оглянешься назад, и там посмотришь на свои старые фото, или на свои старые видео с тренировок, и ты поймешь, что на самом деле результат есть, и ты прогрессируешь. Я не знаю, какое отношение имеет этот совет к набору массы и, соответственно, теме сегодняшнего видео, но в целом совет правильный, да, потому что зачастую та картинка, которую вы видите, ничего не говорит о том, как ситуация обстоит на самом деле. Вы должны, во-первых, понимать, что фотография, которую видите, это одна из десятков и сотен фотографий, которые были сделаны, и на которой совпало все, и ракурс, и свет, и удачный человек прожал мышцы, и поэтому он выглядит именно так. То же самое касается и видео, и это мы сейчас не берем вопрос о том, что для того, чтобы подготовиться к фотосессии, зачастую люди живут на дефиците калорий достаточно продолжительное время, чтобы их мышцы начали лучше выглядеть. Мы не говорим о том, что они десятки лет тренируются и посвятили всему этому свою жизнь. Мы даже не говорим о том, что они могут использовать различные препараты, которые не всегда разрешены вообще к потреблению, а даже если разрешены, не всегда вы захотите их использовать на себе, имея в виду их по бочке, потому что вы тренируетесь просто для себя. С этой точки зрения совет абсолютно правильный, с точки зрения того, что если вы эктоморфы, а они не эктоморфы, это полная чушь. Вот Максим Борейко, типичный эктоморф, видимо, который смог. И у него в комментариях, кстати, я их почитал, там тоже очень много ребят, которые неожиданно для себя были эктоморфами, но после того, как начали нормально тренироваться, нормально питаться, обеспечили прогресс нагрузок, тоже неожиданно смогли. Прям лес чудес какой-то, и можно построить из вот ребят, которые смогли после того, как начали нормально заниматься. Я вот, например, сейчас даже нормально не сплю, уже лет 5 не высыпаюсь просто полноценно, поэтому чего вы вообще хотите, не говоря уже про питание. 34 совет. Нужно разнообразить свое питание. Питание является очень важным в наборе мышечной массы. И если ты изо дня в день будешь кушать одно и то же, то у тебя просто-напросто будет пропадать аппетит, тебе будет сложно съедать достаточное количество белков, жиров и углеводов. Кроме этого, в разной еде находятся разные микроэлементы и витамины. Когда ты ешь разную еду, это намного лучше для организма, так как он получает разные витамины. С точки зрения набора мышечной массы, организму все равно ешь ты разную пищу или ешь ты одну и ту же пищу. Да, действительно, разные продукты будут иметь разный профиль по тем же самым аминокислотам и по витаминам. И чем более разнообразным будет твое питание, чем более полноценным, тем для организма будет лучше. Но напрямую на количество мышечной массы это не влияет, это чисто эмоциональный аспект, который позволит тебе не сорваться и позволит обеспечить тебе разнообразное вкусное и интересное питание и позволит тебе двигаться к своей цели на протяжении более продолжительного времени. Но я знаю пример людей, которые просто могут заставить себя есть одно и то же. Например, тот же Дима Доценко. У него был период, когда он просто ел куриные грудки и гречку, куриные грудки и гречку, потому что ему было лень готовить что-либо еще. И это абсолютно никак не сказалось на его результатах, потому что в двух этих продуктах есть достаточное количество всего, что нужно для набора мышечной массы. Поэтому это опять же, это все сводится к БЖУ. Если у вас по БЖУ вы достигаете нужный уровень, то разнообразие этого БЖУ это уже следующий вопрос, который зачастую не так будет важен, если первый вопрос решен. Но да, да, будет вкуснее и разнообразнее, и приятнее питаться разной пищей. Это правда. И последний, 35 совет, это то, что нужно иногда себе давать отдых. Как от питания, так и от тренировок. Что касается питания, пару раз в месяц давать своему желудку отдых. Ешь только тогда, когда ты чувствуешь, что ты голодный. За один день недостаточного, скажем так, питания, твои мышцы никуда не уйдут и не сгорят. Но вместо этого ты дашь отдохнуть своему желудку, и это позволяет лучше поддерживать свой дальнейший аппетит. Что касается тренировочного процесса, раз в месяц или же в два месяца делай одну легкую тренировочную неделю. То есть одну неделю ты тренируешься с маленькими весами, примерно в половину своих рабочих весов. То есть используй периодизацию. Очень многие совершают эту ошибку и не делают одну легкую неделю тренировок для того, чтобы разгрузить свою нервную систему, для того, чтобы дать своим мышцам и связкам полностью восстановиться. Поверь, что если ты будешь делать такие легкие недели, после этих недель тебе будет легче тренироваться и легче повышать свои силовые. И опять же, ты сможешь эффективнее набирать мышечную массу. Потому что если ты тренируешься в натураху, то тело имеет свойство накапливать стресс. Если ты постоянно будешь тяжело тренироваться, и раз в месяц или в два месяца не давать себе легкие тренировки, то ты попадешь в перетренд. Это нельзя назвать периодизацией. Это скорее именно отдых от тренировок, про который я говорил, когда организм перегружен, и тогда отдых или более легкий период тренировочного дает возможность организму расслабиться и затем выйти на новый уровень. Но это не периодизация в спортивном понимании этого слова, потому что периодизация – это четко сформулированный процесс, где математически рассчитывается период, в который вы растете, увеличить нагрузку, потом период, в который вы уменьшаете нагрузку и выходите на новую волну. Здесь же действительно это просто речь идет о том, что время от времени нужно давать себе расслабиться, отдохнуть от всего этого. Это именно с точки зрения эмоций, с точки зрения того, чтобы вы не перегружались эмоционально, и достижение желаемого результата в плане мышечной массы не становилось для вас каторгой, а оставалось все еще приятным процессом. На этом все 35 советов закончились. Запомни, что все эти советы важны. Каждый совет, как отдельная ступенька, поможет тебе приблиться к тому, чтобы сделать тело своей мечты и набрать мощную массу. Обязательно подписывайся на канал. До новых встреч! Что касается моих впечатлений о ролике в целом. Конечно, растягивать его на 35 советов можно было с одной-единственной целью – увеличение продолжительности просмотра ролика, потому что в целом все те же самые советы можно было сократить, объединить и уместить, я думаю, в 7-10 пунктов. С точки зрения самого, самой сути ролика, естественно, никаких эктоморфов не существует, естественно, никаких отдельных советов для эктоморфов не существует. Существуют универсальные принципы тренировок, принципы питания, которые работают для абсолютно любого человека, вне зависимости от его текущей комплекции, его текущего уровня физической подготовки. И в целом Майк о них рассказал, конечно, он также рассказал несколько стереотипов, несколько заблуждений. Определенное количество воды было, это не маленькая лужица, но это не огромный океан, скажем, бассейн, и это все было погружено в бассейн воды, абсолютно ненужной. Но в целом ролик неплохой, советы, когда они дельные, они действительно дельные. Идеи, которые стоят за этими советами, хотя он и не всегда их раскрывал, они действительно работают, поэтому с точки зрения результатов, да, те, кто посмотрит этот ролик и воспользуется советами Майка, если они действительно ими воспользуются, они получат результаты, к которым стремятся. В этом плане видео полезное, просто очень-очень затянутое. Честно говоря, лучше, чем я ожидал, но могло быть еще лучше, если бы в нем не использовалось вот это вот мракобесное слово «эктоморф». Вот. А так остается с вами попрощаться на сегодня. С вами был Антон, канал Street Workout. Если вдруг вам понравился этот формат видео, обязательно пишите об этом в комментариях. И у вас также теперь появилась возможность поддержать наш канал, чтобы мы снимали видео чаще и мы снимали видео лучше. Для этого в первом комментарии будет ссылка на наш аккаунт на Boosty. И также, если вы приобретаете футболочки с логотипом Street Workout в нашем магазине, то вся прибыль от их продажи идет также на развитие канала. На это все на сегодня. Увидимся в следующем ролике, когда мы будем разбирать видео канала «Система тела» под названием «Увеличение подтягиваний по науке». Потому что там три сразу элемента, которые я люблю. Во-первых, там система, во-вторых, там наука и в-третьих, там подтягивания, мое любимое упражнение. Так что посмотрим, что рассказывают ребята. А на сегодня это все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова